Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Кашпошница. С вами я, Наталья Петровская. И вот сегодня такая прогулка по моему зимнему саду. Мы сюда зимой не ездим. Видите, я у меня и мало того сегодня вжик-вжик от комбинезона, еще и хрусть-хрусть от Наста. Мы сюда не ездим зимой, потому что, например, сейчас мы еле-еле сюда проникли. И не чистит наш председатель дороги, хоть и деньги с нас собирает немалые. Но дороги он не чистит, поэтому, конечно же, машину оставили далеко. Я шла-шла, знаете, своими коротенькими носками, проваливаюсь по колено, вынимаю эту ногу, думаю, ой, дойду ли не дойду еще, надо отсюда сейчас вещи нести, потому что... Зачем мы приехали? У меня наделала Наташа заготовок, и не только Наташа, а еще Наташина мама, это я про себя. Я наделала очень много ягодных сорпетов и прочего, а мама наделала очень много грибов. Папа принес в этом году, что-то, по-моему, после 20-го ведерка, а 5-го родители перестали считать, сколько их там. И мама все это переработала. Очень я люблю, она их проваривает и поджаривает в маслице. И уже готова порционно раскладывает, очень удобно. Хочешь, с картошечкой пожарь, хочешь, я очень люблю куриные сердечки вот с такими поджаренными опятками. Пасту люблю с опятами, обожаю. Вот, хотя грибы не очень мне показаны, вообще, это тяжелая пища грибы, да? Но я это все равно позволяю себе. Короче, мама мне наделала полным-полно. У меня московская морозилка тоже там, знаете, была наполнена. И вот мы две недели, как съехали с дачи, быстренько подъедали московскую морозилку. А теперь приступим. Приехали забрать, отключить полностью холодильник и полностью сделать. Поэтому у меня вот сегодня такая прогулка, она очень короткая, потому что в Москве вот так делал. Но мы решили, что сегодня самое время. С трудом тут муж открыл ворота, перелез там, как-то, не знаю. Откатные ворота, это, конечно, весь. Потому что халитка при таком снеге и при отсутствии лопаты. Потому что лопата же сарается, даже надо проникнуть. Хотя мы такие, знаете, не очень. Ну, городские жители, что говорить. Сейчас у нас здесь мы городские. Я не ввожу никогда. Я сейчас купила, у меня такая классная есть щетка автомобильная. И к ней лопата цепляется. Щетка классная и лопата тоже там классная. Я вам еще хочу показать. Все в доме замерзло прям от и до. Ну, и в кастрюле вода, и везде. Ну, все, что и осталось. А вот, представляете, это святая вода. Она как стояла, так и стоит. Представляете? Я думаю, может, все-таки здесь не вода? Открыла вода. Представляете, святая вода не замерзла. А все вообще просто, ну, в кастрюлях, в тазах больших, в маленьких бутылках, газировках. Все замерзло. Вот так вот. Вот, понимаете, вот. Ну, как это объяснить с точки зрения физики? Я не знаю. Но с точки зрения святого духа объяснить можно. Такой вот у меня прекрасный момент. Кормушки мои пусты. Вот они, видите, висят. И я, честно сказать, мы в такой спешке собирались, что я забыла привезти своим птичкам еду. Сейчас поеду. Ой, сейчас поеду. Еще раз приеду сюда. Вот они, кормушечки мои. Висят и стоят. И мы только приехали, муж сразу говорит, вон твои прилетели, полное дерево сидит. Мои, значит, птички пришли. Надо их кормить. Ну, пусто. Вообще в нашем СНТ никто не живет. Не знаю. Может быть, там где-то в начале еще кто-то живет. Но когда нет инфраструктуры, как жить? Никак. Я вообще не представляю. Вот так вот у нас два года назад один товарищ здесь решил пожить. У него печь. У него там все. Как бы вода, колодец. Все здесь, да? И он вот так чистил-чистил дорогу. И в один день у него сердце не выдержало. И он умер. И умер. И умер в доме. Три дня или сколько-то его никто не мог дозвониться. Потом с трудом сюда добрались. За это время были снегопады. Еле-еле проникли. Через забор перелезали. Все это и это. А он упал и лежал. И еще ему крысы и мыши все. Лицо съели. Короче, вообще ужас. Фильм ужасов. И я такая думаю, ой-ой-ой. Я вообще смелая и бесстрашная. Я не смелая, но я бесстрашная. Я бы, может быть, и хотела бы жить за городом. Но, конечно же, не в такой вот обстановке, когда ни помощи, ни соседей, никого. Не, не знаю. Вот. Всегда надо помнить. Сегодня тоже пока ехал, там вот свою одноклассницу вспоминала. Потом позвонила мне моя ученица. Мы с ней начали разговаривать. Она тоже рассказала мне, что у нее там подряд несколько знакомых, 50-летних, там 54, что ли, года, ушли из жизни. И вообще просто в момент. И так вот думаю, раз. Оп, а ты, например, здесь живешь. И раз. А твой близкий, оп, и не проснулся. И что делать? Вот куда бежать там, да? Мало того горя. Ой, ну ладно, что-то тема у меня, конечно, не алло. Вот наши улицы. Видите, все-все-все занесено снегом. Назад вперед, вон мой дом с Левреткой. Ай. Ну, на этом выпуск. Это 5 минут я сегодня снимаю, потому что я пойду. Ну, надо супругу помочь. Он так терпеливо ждет, пока я тут сниму выпуск. Вот мой домик. Я сделала вывод, даже сняла по этому поводу шутливый шоц, что снег мой самый лучший помощник по саду. Скрывает все мои недоработки, справляется легко с сорняками, создает вот такое ощущение чистоты. Нравится мне на таком чистом снегу, нравится мне на даче, но надо ехать уже домой. Все, пока-пока, прощаюсь с вами. Сегодня утренний выпуск. Вот, а вечером приходите на эфир с Кириллом Ширяевым. Буду вас тоже ждать. Ссылочка есть, оставлю еще в описании. Ссылочка на эфир. Как следует, посидим, поболтаем, поговорим о чем-нибудь. Задавайте свои вопросы. Всегда вопросы очень хорошо влияют на качество эфира. Пока. Вы были на канале Кашпошли. С вами была я Наталья Петровская. До новых встреч. А потом я подумала, какой-то очень грустный выпуск. И вспомнила свой сад, когда он был в цвету и с цветами. И думаю, дай-ка я сюда приложу эти видосички. Положу немножко музыки. И мы вспомним, что было вместо вот этих тоннелей с розами. Видите, за моей спиной. Вон сколько у меня тут тоннелей, тоннелей. Как мы вовремя их поставили. Спасибо, Лена Деменчук. Научила, как это правильно делать, чтобы было комфортно. Вот. И решила, поставлю-ка я еще вам красивых видов своего сада. И будем ждать вместе весны. Лена Деменчук. Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь просто наступило на землю солнце и оставило свой след След зовут вербейником Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сделать такую пионовую зарисовку Посмотрите, как мы хорошо друг с другом сочетаемся Как будто я в пионовом поле, а вовсе не на своих шестисотках нахожусь Обожаю я пионы И кто любит пионы и аромат пионов Тот тоже наверняка понимает Как это приятно ходить по саду, в котором так много пионов Смотрите, вот у меня здесь оранжевый огонек такой Не знаю, тоже я купила мужу из-за цвета У меня муж обожает оранжевый цвет Я ее купила, какой-то у бабушки купила А гляньте, что она делает Она тоже к белой розе хочет Вот она прям над главной растет розой И она к этой розе тоже хочет присоседиться Сказать, я с вами, я с вами, я тоже такая Ну как так возможно? Посмотрите, один цветок Я такого не видела еще Как так вообще? Вирусы-то или что? Здесь я вообще молчу Здесь случайно оказавшиеся из фикс прайса розы В принципе должны быть малиновые Они вот такие Они все хотят быть похожими Мимикрия такая Нет, моя главная роза Самая главная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok